В консультации по созданию объединенных территориальных громад в Одесской области вышли на финишную прямую. Уже во вторник перспективный план новой карты региона обл. администрация должна представить в Кабмине. Процесс добровольного объединения подходит к концу. По мнению руководства УГА в области должно быть 84 громады. После всех согласований их количество существенно не изменится. С 2015 года районы не могли определиться с конфигурацией УТГ. И, наверное, это закономерно, что сейчас, когда времени осталось совсем немного, потому что вот-вот на уровне Киева перспективный план области должен быть утвержден, в последний момент люди, можно сказать, опомнились и вынуждены договариваться. Сегодня свои замечания и предложения вносили председатели поселковых советов Бессарабии и Придунавья, но полностью согласоваться расклады не удалось. Например, в Болградском районе недовольны, что им предлагают создать одну громаду вместо трех. Некоторые села Саратского района не понимают, почему их присоединяют к другим населенным пунктам, не учитывая финансовую состоятельность созданной громады. Три громады практически поддерживают все головы сел, потому что знают конфигурацию района, знают национальный состав, знают возможности сел. И, в принципе, это наиболее приемлемый и оптимальный вариант для Болградского района. Но, к сожалению, опять же и политики, и некоторые деятели, так скажем, опять уповают на одну громаду, один район. Есть такие населенные пункты в Саратском районе, как Забары и Ролянка, которые, согласно предыдущего детального плана, были включены до Петропавловской громады. Учитывая мнение населения данных населенных пунктов, хочу выразить, как бы, они не согласны находиться в данной громаде. Во-первых, данная громада, даже по мнению жителей, является экономически неспроможной. Во-вторых, данная громада имеет ряд минусов, которые впоследствии приведут к тому, она не будет существовать в дальнейшем. И впоследствии эта громада будет неэффективна. Напомню, процесс децентрализации активизировался пять лет назад. Админреформа предполагала, в частности, создание объединенных территориальных громад. Тогда шла речь о добровольном объединении небольших населенных пунктов. В Одесской области реформа двигалась медленно, образовано менее 40 общин. В прошлом году новая власть анонсировала отказ от добровольного принципа в вопросе объединения. Время, которое было дано всем жителям тех или иных регионов нашей страны, на добровольное объединение, как нынешнее правительство это декларирует, оно уже исчерпано. И мы должны в ближайшее время получить от профильного министерства то видение и те правила, по которым будут створены новые административные территориальные единицы в рамках объединенных территориальных громад. Есть в рекомендациях Кабмина и упоминания о самой Одессе. В частности, Лиманский район должен предоставить свое видение возможного расширения областного центра. С определенной долей вероятности можно утверждать, что Одесса расширится за счет Лиманского, бывшего Коминтерновского района.